всем привет данное видео это решение челленджа о том как сделать плавную прокрутку данного элемента это простой элемент html в котором есть множество таких вот элементов у всех у них через каждый шаг задан свой ротейт при помощи трансформации цель данного видео сделать так чтобы наш элемент плавно вращался например как через ротейт должно выйти примерно следующее там это делаем при помощи мыши вот сейчас пока код еще не написано это не работает так выглядит сам наш элемент если его посмотреть под другим углом чтобы его увидеть нужно отключить backface visibility вот и вот такое вот колесико похожие вещи можете видеть на мобильных и на разных сайтах кинотеатров довольно интересная задача я с ней свое время потратил наверно около недели но чтобы в рампу все сделать и сейчас хочу вам показать как это но просто эффективно сделать чтобы отработала на всех устройствах не вдаваясь конечно детали как там время будет приходить сервера и множество проверок но основная суть это сделать плавную прокрутку и так первым делом я заведу два метода класса один назову pointer down другой pointer move и повешу их на контейнер вот move работает как только мой курсор находится над контейнером в этом контейнере находятся все элементы и нажатию вот срабатывает pointer down события вот я использую pointer move так как на мобильных устройствах не обрабатывать события mouse move и плюс это более современный способ появления событий я пишу стрелочный метод для того чтобы избежать будущем потери контекста которая будет и для единообразия теперь первым делом что мне еще нужно сделать это получать координаты касания то есть когда я какое-либо место клика мне нужно запомнить координату страницы кто в каком месте это событие произошло убили перемены назову стартачес получение она будет дал здесь я буду получать ивент и вместе понадобится ивент а пейдж игрек и теперь можно посмотреть в консоли что приходит вот это расстояние от верхнего края границы экрана и до того места где мы производим клик то же самое нужно сделать для pointer move только теперь я уже велию константу внутри метода назову ему в тачес и вот все работает а теперь мне нужно сделать так чтобы меня события не все время обрабатывались а только момент клика для это я буду использовать параметр прэши этот параметр отвечает за степень нажатия если вы в консоли сейчас event прэши то мы можем увидеть что выводит 0 когда нажимаю и удерживаю сейчас мышку то он равен 0 5 на мобильных устройствах этот параметр всегда равен единице вот это регулирует степень нажатия так как у нас и могут быть различные устройства и это число варьируется от 0 до единицы того чтобы нам понять произошло нажатие или нет то можем поставить простую проверку а если event прэши меньше или равен 0 то мы делаем return таким образом мы понимаем что у нас не произошло нажатие вот смотрите сейчас ничего не происходит и происходит событие обрабатывается только тогда когда я уже нажал на кнопку вот а все остальное время мы не обрабатываем события то что нужно теперь нам нужно получить разницу между нашими начальными координатами нашими текущими координатами для того чтобы мы получили эту разницу и передали ее в наш контейнер виде трансформации которая будет обрабатывать уже вращение сделать это просто снова задают перемену назову ее difference move и и в ней я буду получать разницу между move touches и this start touches посмотрите вот точка я тяну вниз я получаю 20 пикселей вниз тяну вверх те же самые 20 пикселей и сейчас я те же пиксели будут передавать а уже непосредственно в сам контейнер из контейнер ставил трансформ я нужно вращать по оси x и сюда и передам и францов как видите задача почти решена но есть одно но если я сейчас ну беру косворт сторону и снова коснусь контейнера вот то все сбрасывается это выглядит некрасиво и так быть не должно для того чтобы решить эту проблему нужно добавить две координаты которую в одной из них я буду запоминать текущий уровень поворота добавлю переменную rotate и прогресс по умолчанию будут равны нулю при старте в прогресс я буду записывать текущий ротейт а при move я буду сохранять текущий поворот плюс общий прогресс сейчас проще это показать вот каждый раз при нажатии я буду в прогресс сохранять текущий поворот а текущий поворот я буду определять в pointer move и присвою сюда difference move из которой а в которой буду добавлять текущий прогресс то есть это вся прокрутка за все время и передавать принужно прогресс смотрим что получилось работает идеально теперь можно посмотреть как это работает на мобильном а вот здесь уже видите есть проблемы каждый раз когда я пытаюсь прокрутить элемент он блокируется делать какой-то непонятный рывок и на этом все это происходит потому что если проще говорить события pointer events блокируется на мобильных устройствах и чтобы это поведение изменить достаточно добавить в css одну строчку я повешу это на body и это называется touch action touch action нужно поставить как none и теперь смотрите все работает идеально сейчас приближу где бы я не захватил все работает максимально плавно таким образом буквально два метода решается такая задача которая может поставить в тупик неподготовленного человека надеюсь вам было интересно в следующем видео будет еще больше необычных задач подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо за внимание пока 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 субтитры сделал DimaTorzok и